Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин. Это 24-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. На этой неделе особо ничего супер интересного не произошло, но все же новости есть. Напоминаю, что наши новости выходят каждый понедельник. Абсолютно всегда. Поэтому подпишись и будь всегда в курсе. Вышел Arnatrix для 3ds Max версии 7. Arnatrix – это плагин для процедурного создания волос, меха, перьев и т.д. Программа достаточно оптимизирована, а это значит, что ты сможешь работать с большим количеством данных. Разработка и бета-тестирование длились 2 года, добавили множество новых функций и улучшений. Значительно увеличили скорость рендера волос за счет снижения использования памяти, улучшили кисти для рисования прядей. Обновили модификаторы для анимации волос. С помощью инструмента Group Blending распределение волос на пряди стало намного удобнее и легче. А также теперь можно подразделять волоски на группы и редактировать каждую из них отдельно. Ну и еще включили поддержку USD файлов. По поводу оплаты. Если приобрести Arnatrix версии 6 после 1 мая 2020 года, то получаешь бесплатное обновление. При покупке до 15 декабря 2020 года дают скидку в 50%. Ну и начиная с седьмой версии будет действовать форма подписки. Ежемесячная или годовая. Вышла новая программа Teradonics. Версии 0.9.0 Alpha. Разработчик наш, то есть русский. По его словам, Teradonics это убийца. Substance Painter. Ну заявление достаточно громкое. Программа предназначена для создания процедурных материалов и их покраски и запекания. Настройка осуществляется с помощью нодовой системы. И еще там можно настроить и сохранить свою библиотеку материалов. Ну и да, программа бесплатна. Уроков по этой программе еще мало, но разработчик обещает, что после выхода финальной версии количество пособий увеличится. Ссылочка как всегда в описании. Maxon выпустила свой мерч. На данный момент в продаже есть только футболки с логотипами Cinema 4D и Maxon One. Стоимость составляет 15 долларов. Я на самом деле хотел ее взять, но увидел, что сзади на футболке есть ссылочка. И такое ощущение, как будто ты являешься сотрудником Maxon. Выглядит не настолько круто. Приближается конференция Autodesk University 2020. Пройдет она с 17 по 20 ноября. Участие бесплатное. Как сообщают организаторы, цитирую, на конференции 2020 вы получите новые знания в области архитектуры, проектирования, строительства и производства. В этом году основной доклад нацелен на новые идеи и видение будущего AutoCAD. В описании лежит ссылочка на официальный сайт, где ты найдешь полное расписание и список всех выступлений. Кстати, желающие могут пройти сертифицированный экзамен Autodesk в качестве участника Autodesk University 2020. Ну и еще после конференции все записи стримов будут доступны для просмотра. Так что не пропустишь. Pixar выпустил рендермен 23.5. В рендере появился новый быстрый алгоритм расчета размытия в движении и улучшена поддержка наборов инструментов Houdini Solaris и Katana 4. Добавили новый элемент управления Shadow threshold, который можно использовать для настройки AOV Shadow Pass. То есть теперь намного легче настраивать интенсивность теней. Исправили ошибки и в целом повысили стабильность. А вот рендермен 24 готовится к релизу и предположительно выйдет в начале 2021 года. Ранний доступ к Cycles 4D541 уже открыт. В этой сборке обновили ядро Cycles. Добавили Adaptive Sampling, который распределяет шум более равномерно в реальном времени. Ну, что ускоряет рендеринг. Внедрили Sky Texture Note Nishita для имитации неба. Новая модель Bright Crump в редакторе узлов позволяет быстро и эффективно перемещаться между группами для ускорения рабочего процесса. В постэффекты добавили Chromatic Aberration. Также с помощью нового Volume Object можно создавать сцены с эффектом тумана. Затем легко настраивать его плотность, цвет, ну и прочее. Еще обновили интерфейс, добавили новые входы и выходы для управления Alpha, Normal, Bump и Reflection. Новый Light Kit создает более мягкие края при наложении света между материалом и основным излучателем. В сборку Cycles также входит 360 Skies. Этот пакет включает 126 HDR-ок неба в формате 3K, 6K и 12K. А также два обучающих видеоролика по рендерингу Explosure FX в Cycles 4D. Vizilab выпустила новую Instant Terra версии 1.14. Это инструмент для создания ландшафта. Обновление включает поддержку различного давления пера для пользователей с планшетами, а также три новые кисти различного диапазона. Добавили возможность автоматического масштабирования карт, полученных из Google Card. То есть после импорта регионов с низким разрешением, инструмент Upscaling улучшит карту высот и создаст рельеф с более высоким разрешением. Новая нода Path пригодится для создания рек на местности. Осуществляется это с помощью наборов кривых. Нода Water Level получила обновление и теперь поддерживает изменения прозрачности воды. Улучшили ноды Colorize и Advanced Colorize, которые позволяют контролировать интенсивность контраста между разными цветами на местности. Ну и еще парочка новых фишек. Все улучшения найдешь по ссылочке в описании. На Unreal Engine Marketplace появился новый бесплатный контент. На этот раз представили всего 5 паков. В этом месяце можно получить небольшой, но атмосферный бревенчатый домик. Согласно описанию, отлично смотрится VR. Протестировано на HTC Vive. Также можно будет скачать железнодорожную станцию постсоветских времен. Это, я думаю, очень круто. Также дали доступ к коллекции визуальных эффектов для атак в играх. Ну и еще также присутствует материал стекла для визуализации каких-либо объемных форм. Ссылочка, как всегда, в описании. Приложение Polycam для лидар-сканирования в реальном времени теперь можно обрабатывать изображение размером до половины городского квартала. Новая версия 1.1.2 позволяет обрабатывать здание площадью около 300 квадратных метров без сбоев. В обновлении исправили ошибки и улучшили оптимизацию. Polycam доступен для iPhone и iPad Pro. Полную информацию о поддержке тех или иных версий найдешь в App Store. Процедурная анимация в After Effects становится еще легче. Вышел новый плагин SHPR, который позволяет создавать сложные, движущиеся конструкции за пару кликов. В программе имеется несколько заготовленных модулей, так что анимация объектов будет производиться быстро и легко. Информацию по использованию можно найти в документации. Перед покупкой попробуй бесплатную пробную версию, которая дает доступ к 15 модулям анимации. Лицензия со скидкой стоит 7,5 долларов. На SIGGRAPH ASIA будет представлена технология моделирования физически точных облаков под названием StormScapes Simulation Cloud Dynamics. Формирование различных типов облаков будет осуществляться на основе новых формул вычисления плавучести и давления воздуха. При этом будет учитываться изменение плотности атмосферы и температуры. Кроме того, с помощью StormScapes можно будет моделировать крупномасштабные скопления дождевых туч, которые обычно присутствуют во время гроз. Ожидаем практического применения данной программы. House Group выпустила V-Ray 5 для Cinema 4D Beta 2. Обновление осуществляет поддержку V-Ray Volume Grid, используемую для рендеринга объемных изображений, включая файлы в формате OpenVDB и Field 3D. Также внедрили поддержку Shader Noise в Cinema 4D без предварительного запекания. Работает пока что только на CPU. V-Ray Beta включает автоматическую проверку обновлений. Еще улучшили интерфейс, добавили некоторые элементы и предустановки для визуализации. Ну и исправили ошибки. Все подробности по ссылочке в описании. Спасибо, друзья, за просмотр! Безумно круто видеть вашу позитивную реакцию на то, что мы делаем. Благодаря этому мы не останавливаемся и улучшаем наш контент. Спасибо вам большое и до новых встреч!